Приветствую вас! Конечно, вы мало предоставили информации о себе для того, чтобы анализировать то, что вы написали. То есть, ну да, общались вы с подругами. Знаете вы друг друга 6 лет, 24. Знали друг от друга и все, все было хорошо. Звонили, писали. Вот, все было идеально. Но потом меня вытеснили, общаться мы не перестали, но они не звонят мне, если я первое не позвоню, да, они спрашивают, что у меня происходит, если я первое не спрашиваю. Ну, в общем, ведут себя, скажем так, довольно обособленно, да, и вам это, собственно говоря, неприятно. Ну, оно и понятно, по большому счету, приятно, но здесь, вообще-то говоря, мало что может быть. Вот. То есть, здесь я вас, конечно, понимаю. Другое дело, другое дело, что вы празднуете под зимой и произошло. И момент здесь в том, что ключевая фраза, которая ознаменует, так скажем, перемену в вашей ситуации, то есть все было хорошо и все внезапно стало плохо, то есть они меня вытеснили. Все. Да, вот коренная фраза у вас озвучена и оформлена вообще очень поверхностно. То есть все было хорошо, все было прекрасно, а потом внезапно вдруг все стало плохо. То есть они меня вытеснили. Все. Почему вытеснили? Что заставило их вытеснить вас? Ну, в общем-то, вообще непонятно. Вот. То, что вот что-то было, то, что что-то случилось, что-то заставило их поступить так. Ну, я думаю, что это однозначно. Я не думаю, что вы будете с этим спорить. Это так. Что-то случилось. Но что вы не говорите. Что вы не пишете. И нет возможности выявить это обстоятельство. Поэтому я думаю, что если вы действительно хотите узнать, что послужило причиной того, что с вами произошло, если вы действительно хотите знать, что стало поводом для того, чтобы они от вас, ну, отдалились, да, то я полагаю, вам нужно более все-таки подробно, более все-таки, ну, более все-таки детально обрисовать то, что с вами произошло. Потому что в противном случае нельзя будет дать вам какой-то вот исчерпывающий ответ и конкретную рекомендацию. Если же ничего не происходило такого вот кардинального, да, то есть вы там, например, не ссорились, не было фактов ссор, не было каких-то согласий. Вообще ничего такого не было, а просто вот однажды это случилось. Тогда проблема довольно общая и связана она с тем, что вы общаетесь 6 лет и вы уже довольно-таки сильно изменились за эти 6 лет. То есть и вы, и ваши подруги, они, вы все стали другими людьми, разными людьми. Вы все стали, ну, немножечко иными людьми. И вот эта инаковость ваша, она и обусловила то, что вас вытеснили. Вы знаете, какие-то качества, которые вас раньше, например, скажем, ну, ценили. Какие-то качества, которые вас раньше любили, уважали и так далее. Сейчас эти качества, они вообще, говоря, стали вам только лишь уменьшать. И вот эта проблема, это именно проблема, которая заслужила причиной того, что вы оказались вытеснены из этой самой группы. И поэтому я думаю, что вашей вины, вашей вины как таковой, нету в том, что произошло. Как нет вины и подруг. Просто вы стали слишком другими, вы стали слишком разными. И отсюда ваши изменения. Другое дело, другое дело, если все же что-то было. Другое дело, если все же какие-то аспекты происходили. Ну, об этом я вам уже сказал. Кроме того, возможно, такая ситуация, когда вы стали в определенный момент выходить из своей роли, которая у вас была, если вы понимаете, конечно, о чем я сейчас говорю. То есть, вот была некая роль, которую вы выполняли во взаимодействии со своими подругами. И эта роль несла определенный результат. То есть, вы были полезны. А потом, либо получилось так, что полезность ваша пошла на задний план. Либо получилось так, что из своей роли вы стали частенько выходить. Но, в любом случае, нужды вашей, нужды вас подруги не испытывают больше. И это неприятно, да, это больно, но такова реальность на сегодняшний день. И с этим нужно считаться. Поэтому, я думаю, что у вас могли просто-напросто разойтись интересы. А выразить просто по инерции или, лучше сказать, по памяти могут далеко не все. Объективно, я надеюсь, вы мою мысль поддерживаете. Объективно, далеко не все люди могут дружить. Вот просто, ну, просто, вы знаете, потому что вот когда-то, да, когда-то что-то было, когда-то что-то связывало и так далее. Ну, далеко не все люди могут это делать. Это нужно понимать. Поэтому, я думаю, что в этом случае вам ничего с этим не поделайте. Ну, если нужно будет исходить немножечко из другого, то есть из других интересов нужно исходить. Нужно вам искать других друзей, которые станут для вас теми настоящими новыми друзьями, которые вас уже не бросят, которые вас уже не вытеснят. Но для этого нужно, естественно, приложить определенные усилия. Я хотел бы, чтобы вы для себя это постарались понять. Нельзя насильно быть милым людям. И если так получилось, что вас вытеснили, то достаточно унизительно будет напрашиваться, чтобы вас вернули. Если вас вытеснили, ну, значит, вы людям предоставили быть милыми в таковых выборах. Старайтесь это принять. А вам я рекомендую обратить внимание на свои интересы новые, на свои увлечения. И вот уже в процессе реализации их вы найдете себе, обязательно найдете себе новых, еще более лучших, более зрелых, более преданных друзей. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас появится желание более подробно рассмотреть то, что произошло, более детально разобраться в том, что случилось и почему ваши подруги вас вычислили, то, я думаю, вы можете либо дополнить свой вопрос, и тогда я прошу вас написать мне в личку о том, что вы написали дополнение, дабы я прочитал и ответил. Либо напишите мне в личку, и мы с вами в процессе консультации разберем все эти нюансы, и я дам вам тогда более конкретные рекомендации, что вам нужно делать, потому что пока информации очень-очень мало. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо! Спасибо!